Первый летний кросс Соколье-Горы собрал почти 300 участников. К забегу готовятся взрослые и дети от 12 лет. Этот забег – продолжение зимнего соревнования лыжников, которое проходит в Самаре каждый год. Основная подготовка лыжников летом – это вот как раз бег по пересеченной дистанции. В этом году мы решили провести дистанцию на 3, 5, 10 километров. В следующем году мы хотим уже сделать дистанцию полумарафонскую. И хочется поблагодарить Федерацию лыжных гонок, которая инициировала проведение легкоатлетического кросса не по улицам города, а именно в лесу. Трасса живописная. Участники бегут по лесным просекам в окрестностях Соколье-Гор. Первыми стартуют дети на короткие дистанции, затем по нарастающей. Длиннее трассы – больше возраст. Есть и специальная категория – ветераны, но назвать так этих бодрых людей язык не поворачивается. Замзамья Абушаева приходит первой. Всю жизнь она со спортом на «ты». Отлично. Возрастная категория такая добродушная. Трасса очень отличная. Рабочая трасса. Ну и бежала, естественно, маленько тяжеловато. А так я рада. Спасибо, что такие соревнования организовали, проводят. Они нужны. Самый длинный забег на 10 километров. Самый массовый. Перед стартом ветераны советуют. Главное – не начинать слишком быстро, иначе закончатся силы. Леонид Кожаев испытывает себя на прочность регулярно. В своем поселке тренирует детей по футболу и легкой атлетике. Я иногда пробегаю по парку, по своему поселку, и вижу, что с каждым Новым годом больше детей занимается спортом, больше бегает, играет в футбол. Не важно. Больше стали заниматься спортом, и мне это нравится. Участников подбадривают болельщики, освежают водой и снова в путь. Этот год оказался богат на события для любителей спорта. Космический забег, фестиваль королевы спорта на набережной, кросс-соколь-егоры и впереди марафон на Кубок главы города. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.